Доброе утро всем, кто присоединился к нам и традиционный прогноз погоды на сегодня. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро всем. Доброе утро, Фарида. Я, как всегда, рада видеть тебя у нас в гостях. Сегодня я тебя уговорила на интервью, увидела в соседнем павильоне, так как у нас День поэзии, Всемирный День поэзии. А кто, кроме тебя, лучше знает поэзию, местную поэзию? Кто лучше тебя представит эту самую поэзию? Я тебя сразу хочу поздравить с этим днем, с твоим профессиональным праздником. Но вначале мы с тобой, наверное, немножечко так расстроимся, расстроим нашего зрителя в связи с тем, что ушла от нас наш наставник, Слава Борисовна Шендрик. Вы с ней тоже очень близко дружили. Она была и твоим наставником. Наверное, ты что-то скажешь по этому поводу? Конечно, вот эти прекрасные весенние дни омрачены такой просто невосполнимой потерей. Светлана Борисовна была мне наставницей долгие-долгие годы. Она сама писала обо мне, делала программы, и я ее очень ценю не только как выдающегося тележурналиста, но и как прекрасного прозаика. Ну, все-таки жизнь, как говорится, продолжается, и я хочу перейти к твоему творчеству и задать тебе такой маленький вопрос. Вот как ты считаешь, Фарид, можно ли поэту научить простого читателя видеть красоту, видеть доброту? Это возможно? Я думаю, конечно, да, потому что, во-первых, уже слово читатель. Если человек читает, потому что сейчас, к сожалению, очень мало читают, значит, он ищет эту красоту. Значит, в нем есть эта необходимость, если он читает. Я знаю людей, которые, пусть их мало, но они читают, и они видят эту красоту. Они видят иногда даже то, что сам поэт в своем стихотворении не видит. И они, когда указывают тебе на это, это и удивляет, это восхищает. И думают, надо же, как человек... Подметил. Подметил и на себя примерил вот эту ситуацию поэтическую, воспринял ее как свое родное. А это талант. У нас немножко грустно утро сегодня получилось, но тем не менее, я не смогу тебя отпустить без какого-нибудь красивого твоего стихотворения. Спасибо. Наверное, я прочту стихотворение, но, соответственно, ситуации... Возможно, когда-нибудь мой неухоженный дом, Снаружи похожий на павшего после бомбежки, Внутри же на юрту, где вещи все время вверх дном, Где книги в повалку, блокноты, игрушки, сережки, Где даже ночами мне негде приткнуться с пером, С надкушенным яблоком и в оголтелой прическе, Я вспомню его с благодарностью, с толком, с добром, Любовью светящейся даже с глазка переноски. Когда-нибудь в щедром, залитом закатом дворе Назад оглянусь я в короткой и гладкой укладке И тихо заплачу о той бесприютной поре, Где было так молодо, весело, голодно, сладко. Я благодарю тебя за то, что у тебя такое творчество. Спасибо. Я поздравляю тебя с Днём поэзии. Спасибо большое. Вещание на телеканале «Россия-1» продолжит программы Ногайской редакции, а в 14.30 в Вести с Сашимесом Хешховым. Хорошего дня вам. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru Или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Грандиозное шоу династии Багдасаровых В Кисловодском цирке с 13 марта. Биберлэнд. Миру сыр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин